Что такое ЦБС? Конечно, любой специалист, не задумываясь, ответит вам на этот вопрос. А вот у читателей замысловатое сочетание букв рождает множество ассоциаций, часто совсем не связанных с библиотекой. Коллектив библиотечной системы «Киевская» решил раскрыть профессиональные секреты. И именно так назвал свой новый информационно-аналитический журнал «ЦБСКОМ». У нас есть журналы федеральные, есть городские журналы, которые посвящены библиотекам. Но вот чтобы было освещение именно ЦБС, централизованной библиотечной системы, такого журнала нет. И вот первый номер у нас вышел к первому сентября году города, а вот сегодня мы получили второй номер журнала. «ЦБСКОМ» издается при поддержке Управления культуры Западного округа и пока выходит четыре раза в год. Авторы – сами библиотекари, люди увлеченные, творческие и бесстрашные. Именно эти качества помогают им осваивать совершенно новые профессии. В этой работе ничего сложного нет. Если ты любишь библиотечную работу, если ты любишь журналистику, и у тебя есть возможность на своем рабочем месте все это объединить, то ничего кроме удовольствия и ничего кроме желания еще и еще чему-то учиться новому. В традиционной печатной и электронной версиях авторы журнала делятся с коллегами новыми мыслями о библиотечном деле, рассказывают об опыте работы, приоткрывают профессиональные страницы, знакомят с жизнью замечательных читателей и библиотекарей. Есть здесь и слово от представителей власти, издателей, партнеров библиотеки. Здесь конкретный опыт, здесь, наверное, нет каких-то общих таких фраз общих. Здесь конкретно, что у нас происходит, с какими трудностями мы сталкиваемся, какие итоги, что получилось, чего хотелось бы в следующий раз добиться. Каждый выпуск ЦБСХОМ тематический, его легко запомнить и отличить покрасочные современные обложки. Первый номер был посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне. Второй – о праздниках, самых разнообразных, без которых невозможно представить жизнь любой библиотеки. Я уже давно пишу на тему русского советского театра и кино, публиковался в журнале или библиотеке, газетах «Ветеран», «Книжное обозрение». Ну и по совету моего начальства и моих товарищей я написал статью, которая посвящена фильмам о новогодних праздниках. ЦБСХОМ задумывался прежде всего как специализированные издания, экспериментальная площадка для профессионалов. Однако немало интересного и познавательного журнал открывает читателям. Например, рубрика «Пища для ума и сердца» советует, что прочитать, посетить и посмотреть. А экология души – о добрых делах, о людях и их чувствах. Идеи и начинание коллектива ЦБС Киевская поддерживают коллеги из других библиотек. Они охотно откликаются на предложения поучаствовать, с интересом следят за тем, как развивается журнал, помогают критикой и советом. Вообще мы хотели бы подарить эту идею другим ЦБС. И вы представляете, если бы каждая ЦБС Москвы сделала, вот раз в квартал делала бы такой журнал, где отражались лучшие и лучшие мероприятия, идеи, все новое и интересное, то у нас бы по Москве получился бы грандиозный опыт. Мы бы увидели воочию, что происходит в городе. Сложнее всего отбирать материал, умещать на страницах журнала все самое интересное. Не всегда это удается. Поэтому в ближайших планах коллектива выпуск приложений с методическими материалами, сценариями и детская страничка. Мне нравится то, что мы делаем. Это очень важно, чтобы не только читателям, но и создателям нравился свой журнал, потому что создатели обычно больше всего критикуют то, что получается. Мне очень нравится, как работают коллеги. Очень приятно, когда у них проявляется какой-то свой литературный стиль, когда они находят какие-то оригинальные темы. Что бы мы хотели изменить? Но мы не хотели бы менять. Мы хотели бы в этом русле объединиться с коллегами хотя бы с начала западного округа. Я надеюсь, что у нас получится. По крайней мере, то, что в этом журнале душа, то, что в этом журнале наше сердце, это я вам могу сказать с уверенностью, потому что люди увлеченные, люди заинтересованные и, самое главное, неравнодушные делают этот журнал. Продолжение следует...